Наш эфир продолжается и пора обсуждать серьезные темы. Тем более гости в нашей студии уже появились. Я уже готова представить Александра Киселева, ведущая специалист психологов у имени Вернанского. Сегодня у нас в гостях. Ну и как началось ваше утро? Утро? Ну началось сложно, потому что надо было очень рано встать. А вы не привыкли рано встать? Привыкла, но не настолько рано. А серьезные вопросы готовы обсуждать? Готово. Ну что же, мы вот увидели сюжет, который мы сейчас все вместе смотрели, про злоупотребление. Вот сейчас активно обсуждается использование молодежью такого наркотического фактически препарата под названием СНЮС. Ну это не совсем препарат, просто, скажем так, вид табака. Могли бы про это немножко рассказать? Итак, что такое СНЮС? СНЮС — это жевательный табак. Это очередная альтернатива курению. Насколько я слышала, СНЮС, он вроде как может полноценно заменить любые виды сигарет. То есть, как я изучала информацию, я поняла, что существует определенная цикличность в вопросах альтернативы курения. То есть, вначале возникает некий новый вид, который вроде как принесет меньше вреда здоровью, но при этом оставит прежнее удовольствие и, возможно, даже его усилит. Но затем, спустя время, возникают статьи, исследования ученых, интервью с психологами, с психиатрами. И выясняется, что, наоборот, это средство еще более вредное. Начинают писать достаточно страшные вещи о влиянии этого средства на здоровье. И то есть, ну, так происходит регулярно вот этот цикл. Вначале это полезно, это альтернатива, а потом, наоборот, как дают удовольствие, а потом его забирают. Скажите, а на вашу точку зрения, действительно ли правдивы все эти обещания, что, дескать, этот вот табак жевательный, он не вредный, он полезный, он прекрасная альтернатива? Ваша точка зрения? Ну, я думаю, что есть какая-то середина, то есть, что все в жизни намного сложнее. То есть, я не думаю, что это абсолютное зло, но, естественно, это не останется без последствий для здоровья. Скажите, а существует абсолютное зло в принципе? В метафизическом понятии этого слова. В метафизическом, возможно, для каждого есть какое-то свое индивидуальное абсолютное зло. Тоня, вот для тебя снился это зло или добро? Ну, вообще, на самом деле, я не употребляла, но я знаю то, что это обычный вид табачного изделия, всю эту информацию я тоже подчерпнула у себя из интернета, это бездымный продукт. Ну, и, в принципе, он никакого вреда организму не несет. Ну, конечно, ну, как никакого, в принципе, не больше, чем обычные сигареты, которые у нас заядлые курильщики выкуривают там 2, 3, 4, 5. Ну, то есть, никакая наркотическая, видимо, зависимость. Но самое интересное, то, что откуда это берется? Почему люди и почему дети в основном, это вот сейчас пошло у школьников, почему они не берут обычные сигареты и не курят кальяны и так далее? Вот откуда приходит такая информация? Пропогриндируешь курение сейчас? Нет, я просто переживаю, откуда такая пришла информация, откуда это веяние и почему оно так быстро распространяется. Понятное дело, что это новое. И как с этим бороться самое главное? Потому что, позвольте, я внесу небольшую ремарку. Несмотря на то, что обещают, что это абсолютно безопасный продукт, с одной стороны, да, действительно, по крайней мере, от него не страдают окружающие люди, но, с другой стороны, сам себе факт того, что раздражающий наркотический компонент, а я подчеркну, что любой наркотический агент и любая зависимость, это уже, в общем-то, патология, находится рядом с сосудами головного мозга, что является органом-мишенью для никотина. Это очень опасно. Более того, раздражение слизистой, которое довольно часто подвержено раковым заболеваниям при соприкосновении с такими раздражающими агентами, это страшное дело, поэтому, извините, я такую ремарку внес, как, не как-то интересовавшись этим вопросом. Как бороться с зависимостью? Как бороться? Ну вот, если опять обратиться к тем статьям, которые выходят, да, которые рассказывают о вреде зависимости, то, опять же, у меня создалось впечатление, что мы на данном этапе просто не умеем об этом говорить с детьми. То есть за всеми этими статьями, хоть они и претендуют на какой-то объективный взгляд, вот всегда, когда читаешь, вырисовывается какая-то родительская фигура, вот некий наставник, который говорит «но-но-но», это абсолютно вредно. И также общаются и педагоги с детьми, и часто родители, то есть они говорят со стороны, как будто у них нет собственных слабостей. Ну смотрите, мы здесь, в принципе, даже не определяем, наркотическое это средство или нет. Мы здесь определяем, как не попасть в ряд тех людей, которые все-таки стали зависимыми. Поэтому, может быть, вы дадите несколько рекомендаций родителям, как заподозрить и как не допустить? Ну основная рекомендация родителям – это все-таки общаться с детьми, и при этом не забывать, что они когда-то тоже были детьми. То есть уметь признавать свои слабости, не делать вид, что у тебя нет таких желаний, никогда не было. Ну и также, конечно, все-таки всегда сложнее сохранять свою индивидуальность. Это касаемо детей. То есть ребенок, он хочет чувствовать себя таким, как все, чтобы не выделяться среди сверстников, чтобы не чувствовать агрессию в свою сторону. Поэтому он часто идет на поводу у неких тенденций моды. И еще одна причина зависимости – это, конечно, наша строгая, как это называется, суперэго – строгая совесть. То есть когда мы себя критикуем, когда мы смотрим на себя со стороны, и эти зависимости, в том числе табака, курение, они снимают это напряжение. То есть нужно работать с самокритикой, когда она чрезмерная. Ну я надеюсь, что наши зрители все-таки прислушиваются и научатся работать с собой, и своим психологическим состоянием, и самокритикой. Ну а я напоминаю, что в гостях у нас была Александра Киселева. Это ведущий специалист-психолог ФУ имени Вернанского.